Северная двиной Проснется солнце И на леса туманы выпадут росой Архангельс широко нам улыбнется И покорит непросткой северной красой И невозможно не влюбиться в этот город Нигде на свете нет другой такой земли Недаром мест это выбрали поморы И именем священным город нарекли Мы любим тебя Архангельс Мы крови с тобой одной Мы любим тебя Архангельс Старинный и молодой Мы любим тебя Архангельс Гордость России и честь Мы любим тебя Архангельс Просто на то что ты есть Архангельс Архангельские земли кладами богаты Но главный клад конечно северный народ Ведь вырос ломоносок здесь когда-то И защищал Россию беломорский флот Нам этот край следил невиданных за вещах Мы отгадим ему и руки и сердца И русский дух у беломорья будет вечным И русский север будет русским до конца Мы любим тебя Архангельс Мы крови с тобой одной Мы любим тебя Архангельс Старинный и молодой Мы любим тебя Архангельс Гордость России и честь Мы любим тебя Архангельс Просто на то что ты есть Мы любим тебя Архангельс Мы крови с тобой одной Мы любим тебя Архангельс Архангель, старинный и молодой, мы любим тебя, Архангель, гордость России и честь, мы любим тебя, Архангель, просто за то, что ты есть. Мы любим тебя, Архангель! Я люблю тебя, Архангель, за то, что ты есть. В эфире программа «Городские подробности» в студии Артемий Заварзин. Здравствуйте! Сегодняшний выпуск посвятим центральному событию недели – сессии депутатов Городской Думы 26-го созыва. Одним из главных вопросов в повестке дня был отчет мэра Архангельска о результатах работы за прошлый год. К этой теме мы еще вернемся. А сейчас о том, что произошло после того, как глава города отчитался перед депутатским корпусом. Отвечая на вопросы депутатов Гурдумы, Виктор Павленко сделал политическое заявление, содержание которого касается не только народных избранников, но и жизни всего города, обычных избирателей и устройства власти в целом. Вопрос, который у многих из нас был на устах, задал городоначальнику депутат Олег Черненко. В дальнейшем останетесь, если вы работаете главой города. Срок моих полномочий, как вы знаете, истекает в марте следующего года, поэтому у меня есть желание отработать полный срок вместе с вами. Если вы поддержите, будет добрая воля, люди поддержат, то я приму участие. Сейчас конкурс будет объявлен, будет работать комиссия, конечно, приму участие. Именно специальная комиссия, а не горожане, согласно изменениям в законе о местном самоуправлении, теперь будут назначать главу городской администрации. Однако законотворческие нововведения не отодвигают на второй план решение жизненно важных задач, в том числе определенных в майских указах президента. Архангельский муниципалитет во главе с всенародно избранным мэром Виктором Павленко продолжает работу в нескольких направлениях, привлекает инвесторов для возведения социального жилья и строит детские сады. Именно поэтому доводы депутата городской думы Романа Зарипова были вполне убедительны. Наши избиратели с вами вообще живут в городе, особенно на окраинах, и полный вопрос, сможете ли вы продолжить очевидное преобразование, которое вы начали на посту мэра, в лице главы администрации. То есть людям простым, видите, все равно, как называется, должность, лишь бы дела делались какие-то. А так как у нас на окраинах было все время очень хорошо, то хотелось бы видеть вас и поддержать вас, и вашу кандидатуру. Вот, нам было администрация. И это желание понятно. Мэр, прошедший через систему прямых выборов, осознает всю ответственность перед людьми, которые отдали ему свои голоса и стремится быть полезным городу. Любые другие невыборные должности по своей сути привлекают к управлению мегаполисом временщиков, контракт которых может быть расторгнут в любую минуту. И здесь есть о чем задуматься тем, кто будет определять будущее Архангельска. А сейчас обо всем по порядку. Отчет мэра Архангельска о результатах работы в 2014 году длился полтора часа. Градоначальник коснулся всех сфер жизни города, проблем и путей их решений. Основной инструмент развития города – это бюджет. Несмотря на сложные экономические условия, главный финансовый документ Архангельска в 2014 году по-прежнему был забалансирован и социально ориентирован. Городской бюджет на 2014 год исполнен по доходам в сумме 7,4 млрд. рублей, по расходам в сумме 7,6 млрд. рублей. Налоговые и неналоговые доходы городского бюджета в 2014 году исполнены на 100,5%, уточены прогрозом показателей в составе 4,3 млрд. рублей. При этом объем субсидий, предоставляемых из областного бюджета на решение вопросов местного значения, сократился по сравнению с прошлым годом в 5 раз и составил только 315 млн. рублей. Исполнение городского бюджета впервые осуществлялось в программном формате на основе 18 муниципальных и 16 ведомственных целевых программ. Другая цифра в отчете градоначальника свидетельствует об улучшении демографии в областном центре. Количество проживающих в Архангельске достигло отметки 358 тысяч человек. С 2012 года в Архангельске фиксируется естественный прирост населения, то есть превышение рождаемости над смертностью. Естественный прирост населения в 2014 году увеличился почти в два раза. Также Виктор Павленко отметил, что в 2014 году уровень безработицы был в два раза ниже, чем в среднем по области, а средняя заработная оплата выросла более чем на 7%. Напомню, что во исполнение майского указа президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, мы с вами приняли решение о выделении средств из городского бюджета на выделение зарплаты отдельным категориям работников. Вы помните, что это были работники детских садов и учреждений культуры, на что не были предусмотрены средства субсидий из областного бюджета. Подробно Виктор Павленко остановился и на другом приоритетном вопросе – привлечении инвестиций. Наметились положительные тенденции и в лесопроводочном секторе экономики Архангельска. В настоящее время продолжается реализация одной из крупнейших инвестпроектов общим объемом финансирования 2,5 миллиарда рублей заво лесозавод номер 25. Введем в строй новое производство циклами, что позволит увеличить объем переработки сырья до 1 миллиона кубов. Кроме того, в 2014 году мэрия Архангельска работала по улучшению условий для предпринимателей, которые продолжают получать субсидии по целевой программе поддержки развития малого бизнеса. Кроме того, муниципальные помещения предприниматели могут арендовать или выкупить. Это способствует увеличению поступления налогов в городской бюджет. В 2015 году работа в этом направлении продолжается. Вновь принято решение о не повышении арендной платы за использование муниципальной имущества для субъектов малого и среднего бизнеса. Для 309 малых предприятий и предпринимателей арендуют муниципальные имущества повышения аренды не будет. Возвращаясь к жилищному вопросу, Виктор Павленко отметил, что строительство социального жилья остается главным приоритетом в работе городских властей. Сегодня в областном центре около полутора тысячи домов признаны ветхими или аварийными. Строительство соцжилья, в том числе многоэтажного, требует больших затрат на инфраструктуру. В решении проблемы могла бы помочь программа развития Архангельска как областного центра, но ее работа по решению региональных депутатов приостановлена. Альтернативной областной программы, способной решить квартирный вопрос для жителей аварийных и ветхих домов, сегодня нет. Работу мэрия города продолжает своими силами. Для расселения горожан из непригодного для проживания жилья 2014 года построено, введено в эксплуатацию 3 12-ти квартирных жилых дома, 36-ти квартир на улице Конзихинская, в северном территории Львокна и перенесено 126 человек из 11 аварийных домов. Кроме того, в 2014 году исполнено 21 судебное решение по предоставлению жилья граждан и 31 судебное решение по предоставлению жилья граждан путем выплаты денежных компенсаций. Мы тоже с вами вместе решили. Из расчета 34,6 тысяч квадратный метр средства городского бюджета на эти цели были тоже на сессии увеличены до 62 миллионов рублей. Не менее насущный и вопрос капитального ремонта. Теперь он проводится региональным оператором за счет взносов, которые платят собственники жилья. Однако в прошлом году капремонт фактически не проводился. А ряд городских программ по ремонту прекратил свое действие. Тем не менее в 2014 году на выполнение неотложных работ мэрия Архангельска предусмотрела средства в городском бюджете. Понимая вот эту сложность и мы с этим ничего поделать не можем, мы с вами и предусмотрели 102 миллиона рублей на ремонт домов. В 2014 году выполнены работы на 31 доме. Отметил Виктор Павленко и успешный опыт реализации городской программы развития застроенных территорий, принятая в 2011 году. В 2014 году она значительно расширила географию жилищного строительства в Архангельске. Сегодня она охватывает более 40 площадок, на которых расположены 300 ветхих жилых домов. Расселено. Вы получили жилье 150 человек за счет строителей. И вот 9 домов в стадии расселения, это еще 240 человек. То есть 390 человек получат жилье бесплатно. Восьмой год мэрия Архангельска реализует программу обеспечения жилье молодых семей. И 200 из них за это время уже улучшили свои жилищные условия. Размер субсидий от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. За отчетный период мы выделили 40 миллионов рублей. И 69 участников программы улучшили свои жилищные условия. Город – живой организм. Здоровым он будет настолько, насколько эффективно решаются проблемы городского хозяйства. С такого тезиса Виктор Павленко начал следующую часть доклада, посвященную дорожному вопросу. Высокая загруженность автомагистралей поморской столицы – сегодня проблема номер один. Большая часть дорог нуждается в реконструкции финансовой возможности, в том числе и областного дорожного фонда, последние несколько лет. Крайне скромны. Тем не менее, в минувшем году удалось отремонтировать 18 магистралей. А план 2015-го уже выполнен на 50%. Наша совместная работа привела к тому, что все-таки мы добились того, что 100 миллионов рублей с небольшим выделено губернатором на продолжение ремонта дорог. Ну, в этом году вы уже результат видите. Значит, я считаю, что сработали очень хорошо. Сейчас проводим конкурсы определенной улицы, причем это не только центр города, но и периферия. От дорожного к дошкольному вопросу. Градоначальник отметил, что в течение последних трех лет доступность дошкольного образования в Архангельске практически полностью обеспечена для детей от трех лет и старше. Муниципалитетам ежегодно принимаются меры по ликвидации очередности детей в детские сады. За счет эффективного использования помещений в детсадах дополнительно открыто 9 групп на 175 мест. Кроме того, в округе Майская горка после реконструкции начал работу детский сад Сиверка на 220 мест. Еще один открылся в северном округе на улице Добролюбова. Каждый год мы сдаем детские сады, участвуем в дорожной карте. Спасибо федеральному правительству. Какие планы, так скажу, что в этом году, 1 сентября, мы в Ломоносском округе получим на улице Розы Люксембург, 27, получим детский сад с 1 сентября на 280 мест вступит в строй. В планах в дорожной карте строительство детского сада в Соломболе тоже на 280 мест. Очень острая необходимость в Соломбольском округе. Майская горка строительства детского сада 330 мест. Безучастной в минувшем году городская власть не осталась и ко многим другим сферам жизни города, среди которых и модернизация водопроводного хозяйства, строительство новых школ, реконструкция спортивных объектов, а также развитие территориального местного самоуправления. И эту работу Архангельский муниципалитет во главе с мэром города ведет изо дня в день. По окончании сессии народные избранники прокомментировали выступление главы города. Своё мнение высказала и депутат Государственной думы Елена Фторыгина, которая также присутствовала на сессии. Отчёт мэра – это работа всей мэрии за целый год. Я с большим удовлетворением услышала очень многие тенденции. Это миграционные процессы, что наконец-то стало меньше уезжать молодых людей из города. Это демографические процессы, что у нас сегодня рождаемость всё-таки превышает уже смертность. Очень хорошие тенденции и по строительственному комплексу. Я продвигаю федеральные целевые программы в городе и помогаю. И будем дальше это делать, потому что дополнительные источники финансирования должны сегодня бюджету города Архангельска. И мы будем это делать совместно. Депутаты приняли отчёт мэра. Мы все понимаем, какие у нас есть больные вопросы, мэр их коснулся. Это дороги, это ветхое жильё. Это самое главное, что красной нитью шло и в отчёте мэра, и вообще у вопросов депутатов. Поэтому я вам хочу сказать, что выше головы не прыгнешь. У нас есть деньги, выделенные на эти программы. Мы их исполняем. Всё, что может мэрия сделать в рамках своих полномочий, на что у них хватает средств, это сделано. Все программы у нас работают. Да, самые большие и проблемные программы, но это то, что касается расселения жилья и ремонта дорог. Хотя, тем не менее, в этом году мы дороги приведём. Есть согласие и с временно исполняющим губернатором области. Нам выделены дополнительные средства на это. Я думаю, что мэрия своей работой справилась. Отчёт мэра мы выслушали депутата, и он говорит о том, что, несмотря на дефицитный бюджет, очень много преобразований в городе Архангельске происходит, в том числе на окраинах города Архангельска. Прозвучало также после вопросов у депутатов, а как дальше мы будем жить, как будем работать. И многие избиратели хотели бы нашего мэра города, несмотря на то, что сейчас были изменения по местному самоправлению, видеть его в виде главы администрации города, так как работа начата, а людей очень волнует. Я считаю, что работа мэрии удовлетворительная. Отчёт мэра мы приняли. На сегодняшний день ситуация такова. Реально в городе не хватает денежных средств для того, чтобы решить те проблемы, которые накапливались годами. И которые накопились не при сегодняшнем мэрии, и даже не при предыдущем. То есть эти проблемы заложены были у нас изначально, что водоканал, что спецавтохозяйство, и многие ещё проблемы. Это тоже аварийное жильё, дороги. Это всё на самом деле следствие тех, скажем так, действий, которые предпринимаются за последние 20 лет. И решить это одномоментно, даже при большом желании, при больших деньгах невозможно. На мой взгляд, несмотря на то, что общий российский кризис в стране, бюджет архангельский дефицитный, нам приходится латать дыры. Несмотря на это, мэр уверенно выглядел, и я хочу ещё раз заметить, что он выглядел уверенно только лишь потому, что чувствовал поддержку своих избирателей, тех, кто за его спиной. Но если бы на его месте был сити-менеджер сегодня, который был назначен бы сверху, то такой уверенности, я думаю, он бы с тем бюджетом, который у нас есть, не чувствовал. И у депутатов было бы намного больше вопросов, потому что мы не были бы его избирателей и спрашивали его пополно. А так мы вместе с мэром ответственны за его отчёт. На этом всё. Я прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»